Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня чуть раньше выхожу с информационным блоком. Он не такой большой сегодня, не так много объявлений. Но все же хочу повторить о том, какие мероприятия ждут нас в ближайшее время и кто же будет проповедовать у нас в эту субботу. Начну, как всегда, с ближайшей субботы. В эту субботу у нас будет проповедовать гость в нашей церкви. Это пастор из Украины, президент Киевской конференции Роман Продонюк. Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог особенным образом прикоснулся к его сердцу, к его разуму, к его устам. И то слово, с которым он будет обращаться к нам, оно проникло до глубины нашей души и изменяло нашу свою жизнь. Напоминаю опять о тех мероприятиях, которые ждут нас уже в ближайшие субботы, в ближайшее время. 10 числа у нас будет торжественное служение от молодежи. Также в этот же день у нас будут гости. Как мы уже говорили раньше, это люди, которые занимаются служением в коммунистических странах в этом мире. Оказывается, такие еще есть. Я думаю, многие из вас их знают. Это Куба, Китай и некоторые другие страны. Я уже говорил об этом, но хочу еще раз напомнить, что в эту субботу мы очень просим вас не использовать средства записи, то есть телефоны ваши, не выставлять фотографии и видео с этого служения в интернете. Так как территория, на которой эти люди совершают служение, она очень сильно контролирует присутствие христиан. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к этому вопросу. Ну и, конечно же, будьте готовы поддержать их служение вашими пожертвованиями. Хочу также напомнить, что с 17 по 24 число у нас будет молитвенная неделя. В четверг будет выходной, но мы решили, что этот день тоже надо использовать по полной программе. Так что 22 числа, начиная с 5 часов вечера, у нас будет детская библейская программа «Дорога к небесам». Уже в эту субботу, в вашей иду-летнях, вы увидите QR-код, перейдя по которому вы сможете зарегистрировать вашего ребенка для участия в этой программе. Также просим, приглашайте ваших друзей, знакомых, соседей, детей. Нам будет очень приятно всех их видеть на этой программе. А 24 числа у нас будет вечер и господня, как мы об этом уже и говорили. Ну, а дальше 31-го у нас будет гость Павел Кулаков. Я уже разные имена называл, сегодня уточнил. Это будет Павел Кулаков. Ну и также у нас будет небольшая новогодняя программа. Скорее, поздравления. Потому что в этом году как раз попадает суббота на воскресенье Новый год. Нам бы хотелось, чтобы этот день и это служение было особенным. Ну, а как мы уже говорили раньше, 7 января у нас в гостях будет вице-президент Генеральной конференции Артур Штелли вместе с его супругой. И я предвкушаю, что это будет очень хорошая встреча, где мы сможем узнать очень много интересной информации о жизни, служении нашей церкви. Ну и, конечно же, позадавать вопросы вице-президенту Генеральной конференции. Я очень благодарен тем, кто отозвался на объявление помочь семье, которая приехала через Мексику из Тольятти. Слава богу, они уже поселились во временном жилье. Со временем они смогут подыскать то, что им будет удобней. Но есть еще одна просьба, с которой я хочу к вам обратиться. Это касается этой семьи и не только этой семьи. Конечно же, первым делом им нужна работа. Главе этой семьи, мужу нужна работа. Поэтому, если вы владеете какой-либо информацией, любого рода работа, если нужны рабочие, пожалуйста, позвоните Геннадию Ющуку. Его номер телефона вы сейчас увидите на экране. Он в нашей общине отвечает за вопросы вот такого характера. То есть, он помогает людям находить работника или находить работу. Поэтому, пожалуйста, позвоните ему, если вы знаете, что кто-то ищет работников. Для нас это очень и очень важно. Ну и причина, по которой я выхожу в эфир так рано на этой неделе. С завтрашнего дня мы уезжаем с супругой в отпуск. И нас не будет до 5 декабря. Поэтому мы будем еще какой-то отрезок времени на связи. Но будет и часть, начиная с 27-го числа, когда у нас не будет сотовой связи. И интернет не будет работать. Поэтому, пожалуйста, если у вас будут какие-то вопросы, пишите эти вопросы смс-сообщением или по имейлу нашему старшему пресс-фитеру Сергею Хабьюку. Он где-то будет недалеко, но у него будет связь. Скажу вам по секрету. Так что, пожалуйста, молитесь, чтобы в целости и сохранности мы вернулись. Чтобы все было благополучно. И не только мы, потому что едет немало людей из нашей общины. Казалось, все в одно место едем. Так что молитесь, чтобы все было благополучно. Чтобы мы могли возобновиться в наших силах, отдохнуть. И приступить с новыми силами к нашему служению. Ну и, конечно же, молитвный блок. Я прошу вас и дальше молиться за Ольгу Казаренко, за нашу сестру Милу Полыга, которая упала, сломала бедро и после операции сейчас восстанавливается. Прошу молиться за Таню Бондарчук. Она просит, чтобы мы молились за ее здоровье. Также мы продолжаем молиться за нашего брата Алексея Бондаря, чтобы уже, в конце концов, сняли ему все гипсы, и он мог тоже вернуться к нормальной жизни. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за окончание войны в Украине. Поэтому, пожалуйста, обязательно вспоминайте о этой ситуации в ваших молитвах. Я очень благодарен всем тем, кто поддерживает этот фонд, который у нас есть с помощью в Украине. За последнее время очень возросли обращения с тем, чтобы помочь каким-то образом, так как наступила зима. Вы знаете, там очень часто выключают свет, и многие люди нуждаются в генераторах церкви, учреждениях разные, для того, чтобы можно каким-то образом было обеспечивать теплом, водой их помещения. Мы стараемся помогать, как только можем, но на данный момент этот фонд, скажем так, он практически вычерпал себя. Поэтому я прошу, дорогие братья и сестры, поддерживайте этот фонд тоже, для того, чтобы мы могли дальше помогать нуждающимся людям. У нас есть много благодарственных писем, у нас есть много фотографий, я обязательно сделаю все это, покажу вам для того, чтобы вы видели, какой отзыв у людей о нашем с вами служении. Поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. Хочу также сказать, чтобы вы не забывали и о нашем бюджете. Уже несколько последних месяцев мы не добираем до запланированного бюджета. Я понимаю, что очень много жертвуем на разные проекты, и люди к нам приезжают, и фонды мы разные открываем. Но дадаст Бог мудрости вам правильно распределить ваше пожертвование, чтобы мы могли поддерживать и те служения, которые мы проводим тут у нас, в нашей общине. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 142, 10 стих. И тут написано. «Научи меня волю Твою творить, ибо Ты, Бог мой, и Дух Твой добрый по пути ровному доведет меня». Очень чудесное желание, с которым обращается Псаломнист к Господу. Научить Бога исполнять нас Его волю, и чтобы мы всегда шли по Его ровному пути. Дай Бог этого каждому из нас. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Божьих вам благословений. Ну и до встречи.